Христиане, которые вовлекаются в дискуссии, касающиеся эволюции, часто обнаруживают нечто достаточно быстро. Несмотря на то, что некто может думать, что это в основном научный вопрос, зачастую верующие обнаруживают себя в философском диспуте, поскольку иногда скептики пытаются разрушить сами концепции библейских абсолютов, вместо обсуждения конкретных научных фактов. Например, разновидности аргумента, состоящего в том, что мы не можем знать ничего наверняка, все время используются в школах, колледжах и университетах, в частности против христиан, говорящих, что, во-первых, они могут знать, что Библия истинна, и, во-вторых, что Христос воскрес. Логическая последовательность аргумента, направленная на концепцию абсолютной истины, обычно выглядит следующим образом. Встречались ли вы когда-то с тем, что вы были уверены в чем-либо, но затем обнаружили новые данные, опровергнувшие ваши предыдущие выводы? Да, было бы очевидным ответом. Разве кто-то из людей обладает всезнанием? Правильным ответом будет «нет». Так разве не может быть какой-то информации, которая опровергнет ваши убеждения? Если так, то вы можете ошибаться обо всем, что знаете сегодня. Ожидается, что вы согласитесь с этим. Тогда, если вы не знаете всего, то вы не можете быть абсолютно уверенными в чем-либо вообще. Но откуда они знают об этом наверняка, обычно не объясняется, поскольку если копнуть глубже, то оказывается, что это круговая аргументация, опровергающая сама себя. Однако мой опыт на протяжении лет показал, что истина Слова Божьего действительно сделает вас свободными. Поэтому, если вы чувствуете, что обожглись, встретившись с этой философской загадкой, то следующая реально произошедшая история поможет вам. Много лет тому назад я проповедовал в Британской Колумбии перед христианской аудиторией, как я предполагал. Спускаясь с платформы, я взглянул вправо и увидел человека, направляющегося ко мне, и по его взгляду я понял, что общение будет не из приятных, и не ошибся. Представившись атеистом и профессором философии из местного университета, этот человек начал агрессивно доказывать мне, насколько глупой была моя презентация о существовании Бога. Помню, что еще около шести месяцев тому назад другой христианский апологет был интеллектуально раздавлен кем-то с подобным отношением и образованием в том же районе. Я подумал, что это все один и тот же человек. Он был, видимым образом, разгневан тем, что я обращался к Библии для подтверждения Библии, поскольку он считал это круговой аргументацией. И, как часто бывает в случае с такими неформальными дискуссиями, вокруг нас начала формироваться толпа людей. После вихря научных доказательств эволюционной истории последовал значительный объем тщательно подготовленных аргументов против библейского сотворения. На короткий момент он остановился, чтобы послушать мою реакцию. Желая дойти до сути вещей, и, учитывая его образование философа, я решил ответить не так, как делаю всегда. Итак, вы профессор философии? Спросил я. Он выпрямился и с уверенной улыбкой подтвердил, что это так. Я сказал, а философия включает изучение эпистемологии, то есть как вы можете знать что-либо, верно? Он подтвердил это также. Тогда, можно я задам вам вопрос? Могли бы вы привести мне пример хотя бы одного факта и объяснить, как вы к нему пришли? Он посмотрел на меня раздраженно и спросил, что я имею в виду. Тогда я повторил, что хотел бы, чтобы он представил мне один факт или некоторое знание, в верности которого он абсолютно уверен и как он пришел к нему. Он сказал, что знает, что он стоит здесь. Тогда я спросил его, откуда он это знает. Ткнув меня пальцем, он ответил, что знает, поскольку может меня видеть и касаться, а также чувствовать пол под ногами. Я сказал, то есть вы говорите мне, что ваши пять чувств информируют вас, что вы находитесь здесь, так? На что он ответил, ну конечно. Но откуда вы знаете, что ваши чувства функционируют правильно? Откуда вы знаете, что вы не просто какой-то мозг в лаборатории, которому посылают импульсы? Откуда вы знаете, что вы не в матрице, и все это не иллюзия? Вы не можете сказать мне, что ваши чувства подтверждают ваши чувства, поскольку это было бы круговой аргументацией, верно? А вы ведь против круговой аргументации, так ведь? Он понял, к чему я клоню и ответил. Но в действительности я не могу знать что-либо наверняка. Но и ты тоже. Продолжая беседу, я спросил, чтобы быть уверенным, что я вас понял правильно, вы говорите, что в вашем атеистическом мировоззрении нет возможности или способа знать что-либо наверняка. Он ответил, по большому счету нет. Затем добавив, но и ты тоже не можешь. Тогда я сказал, подождите минутку, я христианин, я верю в Бога. И не просто в какого-то Бога, но в Бога Библии, который всезнающий, всемогущий и существующий вне времени, поскольку сотворил меня и все, что существует. Если Бог Библии существует, то мог ли он дать своим творениям способности воспринимать информацию и его откровения, чтобы они могли знать определенные вещи наверняка? Ну, я не верю в Бога, я сказал он, махнув рукой в попытке отвергнуть аргумент. Тогда я сказал, я знаю, что это ваш взгляд, но я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, если существует Бог Библии, то мог ли он сделать это, а именно дать его творению способность знать определенные вещи наверняка? Ну, конечно, он мог бы, закатывая глаза, ответил он. Ладно, давайте расставим точки над «и». Вы говорите, что если ваше атеистическое мировоззрение верно, то вы не можете знать что-либо наверняка. Но если мое христианское мировоззрение верно, то я могу обладать надежным знанием. Конечно, но я не верю в твоего Бога, сказал он. Тогда я посмотрел на него и ответил, конечно, вы знаете это наверняка. Я думал, что вы мне только что сказали, что если ваше мировоззрение верно, то вы не можете знать что-либо наверняка. Так как вы можете быть уверены в своем ответе? Он посмотрел на меня, подумал, повернулся и заявил что-то о том, как наука подтверждает эволюцию, даже если он не может быть уверенным в этом наверняка. Когда я спросил его о том, откуда он знает это наверняка, то он пробубнил что-то о скептицизме и ушел, оставив людей вокруг в полном недоумении. После я узнал, что этот человек, по-видимому, гордился своими нападками на христиан в любой подходящий момент, так что все были удивлены тем, что он так быстро ушел. Видите ли, для того, чтобы вовлекаться в логическую аргументацию на любую тему, всеми участниками должны быть приняты определенные предположения еще до начала дискуссии. Мы должны предполагать, что мы существуем, что логика верна и что знания доступны нам. Но, как это подтвердил профессор-атеист, если кто-то не начинает с предположения о существовании Бога, то ничто не может быть утверждаемо с абсолютной уверенностью, что означает, что знания недостижимы. Никто не может знать что-либо наверняка. Неудивительно, что наша дискуссия быстро закончилась. Зачем дискутировать с кем-то о том, что правильно, а что нет, если он ничего не знает? Такой человек всегда будет учащимся и никогда не могущим дойти до познания истины, как написано во 2 Тимофею 3. Как можно сформировать знания, утверждения за утверждением, как об этом говорит Исаия, если вы никогда не можете быть уверенными в своих исходных предпосылках? Некоторые атеисты сказали мне, что несмотря на то, что мы не можем знать что-либо наверняка, мы можем обладать знанием, которое с высокой степенью вероятности надежно, что делает их взгляд разумным. Мой вопрос к ним следующий. Вы знаете, что вы можете обладать знанием с высокой степенью вероятности истинности? И если так, то откуда вы это знаете? Каким бы ни был ответ, он будет убийственно сложным. Все мировоззрения делают заявление в свою пользу. И аргумент против атеизма не в том, что они не знают ничего, поскольку многие из них знают очень много. Аргумент в том, что в своем мировоззрении они не могут объяснить основания для знания, или другими словами, как мы можем знать что-либо вообще, что доказывает ошибочность их мировоззрения. Сам факт того, что они могут говорить об уверенности, является аргументом против их мировоззрения. Суть в том, что для того, чтобы знать что-либо наверняка, некто должен либо обладать всезнанием или получить знания от того, кто обладает всезнанием. Вы либо сами должны быть Богом, либо должны быть сотворены Богом, но в любом случае Бог будет существовать. Люди, верящие в разных богов, могут столкнуться с проблемой защиты своего мировоззрения последовательно, но, по крайней мере, они могут опираться на высшую сущность, которая способна предоставить основания для истинного знания. Но атеисты не могут. Эта встреча подтвердила для меня еще раз, что, несмотря на мнение многих, атеизм — это самое слабое мировоззрение. И, скорее всего, именно поэтому Божье Слово говорит. Глупец сказал в сердце своем «нет Бога». Псалом 14.1 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова